Готовимся к запуску. В 1986 году в городе Куйбышев Николай Дмитриевич Кузнецов организовал Красноглинский аэроклуб «Чайка» при заводе КНПО «Труд». Сейчас клуб носит гордое имя генерального конструктора предприятия ПАО «Кузнецов». Для создания аэроклуба была образована конструкторская группа по разработке и изготовлению новых образцов легкой авиационной техники, куда вошел военный летчик, командир корабля ТУ-95, конструктор Алексей Аненков со своим гидросамолетом, который символично назвал «Вера» с верой в возрождение гидроавиации в России. Машина предназначена для того, чтобы выполнять полеты учебно-тренировочные, подготовку летного состава, первоначальное обучение, а также коммерческое использование, перевозка грузов, пассажиров, подготовка, допустим, обслуживание каких-то мероприятий, связанных с жизнью, с деятельностью отдельных поселков, обслуживание бригад, рыбаков, допустим, геологов, разведчиков, нефтяников, газовиков. В 1994-1996 годах Алексей Аненков создал свой трехместный гидросамолет «Вера» с оригинальным V-образным хвостовым оперением, ставшим в итоге визитной карточкой главного конструктора. Затем в 1998 году состоялась знаковая встреча Алексея Аненкова с Щелочковым Матвеем и Шейш-Владимиром. Алексей представил эскиз нового шестиместного самолета L-6, написанный на тетрадном листке, и сразу же было принято решение создать компанию «Аэро Волга», и буквально через год была поднята в воздух первая машина L-6. После этого были созданы одна за другой шестиместные амфибии L-6M, L-6SV. В итоге получилась отшлифованная новая машина L-42M, созданная руками главного конструктора, испытателя и талантливого мастера Алексея Георгиевича Аненкова и коллектива его компании «Авиатех». Самарский авиационно-спортивно-технический клуб и компания «Авиационные технологии». Я главный конструктор Алексей Аненков и пилот этого корабля. Машина называется самолет L-42M, лодка четырехместная, двухмоторная, модифицированная. В рамках новой программы «НП» Самарский авиационный спортивно-технический клуб родилась новая трехместная машина L-31, новая «Вера», предназначение которой состояло в учебно-тренировочных полетах с воды летом и на лыжах зимой. В 2013 году по заказу из Салихарда был специально спроектирован самолет-амфибия модели L-162. Главный конструктор планировал уже в августе-сентябре 2014 года поднять в воздух первый семиместный L-162, но случилось непоправимое. Гибель в авиакатастрофе главного конструктора Алексея Аненкова. Это событие нанесло серьезный удар по коллективу и компании. Предприятие «Авиатех» было создано в начале 2009 года с целью производства обновленной модели самолета серии летающих лодок семейства L, названного L-42M «Самара». Судьбу этого самолета во многом определил его сердце – двигатель. Выбранный главным конструктором двигатель для амфибии «Ротекс-912» идеально подходит для серийного производства, но при этом снижает энерговооруженность самолета. Это подтолкнуло разработчиков к поиску способов уменьшения массы конструкции и уменьшению аэродинамического сопротивления. В результате новых решений в области аэродинамики, гидродинамики, конструкции, при меньшей на 67% энерговооруженности, по сравнению с L-6, амфибия L-42M имеет более короткий на 75% разбег и меньший пробег. Сегодня практически все агрегаты самолета L-42M можно заменить, стыковать и собирать новыми, что в композитном самолете – редкость. Необходимо также отметить несколько преимуществ данного самолета. Удобство кабины, современный дизайн приборной панели, интерьер салона выполнены с высочайшим качеством и хорошим вкусом в сочетании большого внутреннего пространства, а также V-образное оперение амфибии, которое выполняет, кроме всего прочего, функции трапа, обеспечивая комфортный вход экипажа в кабину со стороны оперения даже в тяжелых погодных условиях. На данный момент в воздушном пространстве России и не только эксплуатируются уже несколько десятков бортов, произведенных компанией Алексея Аненкова. За последние четыре года компания Авиатех реализовала уже более 10 самолетов L-42M «Самара» российским и зарубежным потребителям. Проданные образцы успешно используются по текущее время и до сих пор не имели никаких нареканий или проблем с эксплуатацией. В настоящее время компания Авиатех запустила новый модельный ряд современных комфортабельных самолетов L-142, L-145 и L-162, отвечающих высшим международным стандартам данного класса. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ